Виктория поступила к нам после полутора месяцев нахождения в больнице Пирогова с тяжелой сочетанной травмой, с черепно-мозговой травмой открытой, после перенесенных оперативных мешательств. Она поступила к нам в феврале этого года. На тот момент, когда она поступила самостоятельно, она не передвигалась. Передвигалась только с помощью. Себя не обслуживала. Я ничего не помню. Со слов мужа мы попали в ДТП, он говорит. Хорошо, что без детей были. Получается, как муж говорит, первый месяц я вообще в реанимации в коме пролежала. А потом я что-то не помню. какие-то облески. То, что он ко мне приходил, вроде бы. Потом меня вроде бы перевели уже в палату. У меня получается только опираться на головном мозге и все. Они мне эту часть, вот, как вам сказать, часть кости удалили, поврежденная. Сочетанная травма Виктории включала в себя открытую черепно-мозговую травму с повреждением вещества мозга. Также перелом тазовых костей, отрыв ребер от грудины и множественные ушибы внутренних органов. Последствия, с которыми сейчас пришлось столкнуться нам в нашей работе с Викторией, это в первую очередь последствия тяжелой травмы головы, открытой черепно-мозговой травмы, ушибы головного мозга. За первую госпитализацию в продолжительности 20 дней она смогла научиться самостоятельно вставать, ходить без поддержки, без помощи вспомогательных средств, обслуживать себя в рамках квартиры, самостоятельно посещать ванную комнату. У нее увеличилась сила в правых конечностях, улучшилось зрение. Стремлюсь, чтобы все делать, чтобы добиваться. Хочется по максимуму, хочется прежней быть, какой была. Раньше, например, когда в пироговке мы были, я не могла сама есть, а здесь я уже сама ем. Там без поддержки даже в туалет не могла сходить, а здесь уже сама могу в туалет сходить. Вот, потихонечку дойду. На повторный курс реабилитации Виктория поступила с основным запросом на улучшение стереотипа ходьбы, восстановление чувствительности в левых конечностях, увеличение силы в правой руке и на уменьшение глазодвигательных нарушений, которые ей очень мешают повседневной жизни. ЛФК, массаж, на физкабинет хожу, систему ставят. В рамках реабилитации Виктория сейчас у нас получает разнообразное физиотерапевтическое лечение. С ней занимается индивидуальный инструктор ЛФК, она получает механотерапию, а именно стабилоплатформу, а также медикаментозное средство. Почему я считаю, что Виктория сможет достигнуть этих реабилитационных целей? Это в первую очередь ее мотивация. Мотивация двигаться вперед, продолжать заниматься, продолжать реабилитационный процесс. Естественно, немаловажную роль оказывают родственники. Это в первую очередь поддержка пациента, помощь в борьбе с недугом. Ну и, конечно, третья составляющая реабилитационного процесса – это командная работа. Это мультидисциплинарный подход, когда многие специалисты собираются вместе, решают каждую проблему пациента и отдельно, и вкупе. Группа поддержки – это родственники, вот, сестра, муж, дети, мама и тетя, и родственники, вот, окружающие. Ну да, вот, кто в основном за мной ухаживал, вот, еще Света, вот, это подружка. Реабилитационный прогноз у Виктории хороший. В дальнейшем стараемся добиться улучшения стереотипа ходьбы, увеличения толерантности к физической нагрузке, уменьшения головокружения. Работаем с глазодвигательными мышцами для уменьшения глазодвигательных нарушений. Чтобы не опускали руки, брали в себя, надеялись, что все получится. Не опускайте, вот, руки, и надо жить для чего-то, вот, не забывайте, что вы не одни.